Представление чемпионов прошлых лет и, конечно, давайте посмотрим, кого мы считаем фаворитами дня сегодняшнего. Ну, Жан-Батис Гранш у вас на экранах. Он выиграл последний чемпионат мира в Биверкрипп США. Вы видите вот эти победные кадры. До этого выиграл в Гармише, то есть двукратный чемпион мира. Хиршер выиграл в 13-м дома в Шладминге, перед этим был Вальдезер. Ну, и вот начинаешь с 97-го года, когда норвежец Том Стеансен выиграл чемпионат мира в Сестриерен. Вот еще раз кадры триумфа Гранжа в 15-м году, друзья. Ну, а это вот табличка людей, которые больше всех имеют титулов. Ну, естественно, тут НГМ Арстенмарк с тремя победами на чемпионатах мира. Ну, а что касается нынешнего сезона, нынешнего чемпионата, вот посмотрите, конечно, Хиршерс, конечно, Кристоферсон, да, у которого пять побед в семи гонках. Фантастический результат. Ну, и вот сравниваем, сравниваем мы статистику, видите, чисто по этому году. 5-2 в пользу Кристоферсона, подиумов примерно равное количество. Ну, и еще фаворитами мы считаем, конечно, Мельга, который проводит фантастический дом. Конечно, Александра Хорошилова, друзья, россиянина, у него три подиума в этом году. Причем с 56-го года у России не было медалей в слалами, посмотрите, была хорошая вставочка. А у англичан аж с 36-го года. Вот это да, вот это история. С 36-го года и Дэйв Райдинг сегодня попытается эту самую медаль для Великобритании завоевать. Да, от одной статистики уже немножко даже в дрожь берет, и кто же, кто же сможет сегодня отличиться. Вот показали нам Гранжа. Друзья, ну что касается Гранжа, я бы вот, ну, не знаю, по-моему, одна к тысячной шансу у него на медаль сегодня. Но мы знаем, насколько Гранж, в общем-то, счастливчик. Посмотрим, может быть, какая-то будет фантастика сегодня. Ну, а этого человека, я уверен, вы прекрасно знаете, многократный чемпион и призер чемпионатов Кетеля Андреа Мотт. Кетель сейчас нам рассказывает свое видение вот этого чемпионата, и, конечно, фаворитов дня сегодняшнего. Ну, а вот Дэйва Райдинга особо отмечает, еще вы знаете, что он отметил, что они болеют за один клуб, за английский футбольный Ливерпуль. Ну, да. Ну, и, конечно, Кристоферсон. Кристоферсон, естественно, земляк Кетеля, и, естественно, он за него болеет. Тут абсолютно ничего удивительного нет. Ну, и два, он отмечает, что, конечно, вот эта борьба Хиршера и Кристоферсона последние два сезона, это украшение кубка и чемпионата, это привлекает зрителей, это то, что нам нужно в горных лыжах, считает Кетель. Ну, конечно, что касается Хиршера, у него было большое разочарование, когда он сотку в комбинации проиграл, но это уже, конечно, не изменишь. Зато он пять лет подряд брал большой глобус и шестой раз в этом году возьмет, поэтому, конечно, он очень сильный человек. Ну, я буду болеть, конечно, за Норвегию, я буду поддерживать Кристоферсона. Ну, мы, конечно, не сомневались, за кого будет болеть Кетель Андреа Мот, за своих, естественно. Ну, и нам показывают сейчас разминку Нойройтера. Здесь и Кристоферсона, но вся сильнейшая группа, мы видим, вот они тут все в кадре даже попадают, а у нас пришло время наших экспертов. Тина и Джонатан, которые весь чемпионат вместе с нами отработали. Всем доброе утро, приветствует нас Джонатан. Заключительный день чемпионата, и так грустно, но действительно, и Тина Мазе тоже подтверждает, говорит, вроде бы такая большая программа, столько событий, а так пролетело все быстро, и вот уже завершение сегодня соревнований. Ну, и расскажи, вот, твое видение, что сегодня мы можем ожидать от лидеров, в первую очередь, конечно. Ну, безусловно, когда заходит речь о слалами, это, безусловно, Киршер, и он на очень сейчас хорошем уровне, хорошей форме. Ну, и классным соревнованиям поспособствует сегодня погода, просто идеальная, все параметры просто идеальны, снег жесткий по-прежнему, видимость, солнце, в общем, все, все способствует. А что ты вот даже не сказала, все про Киршера, а Кристоферсона, не забыли мы, нет? Противостояние-то с кем? С Кристоферсоном? Ну, да, да, конечно, говорит Тина, тут, ну, классный он слаламист, и это противостояние будет опять и сегодня, считает Тина Мазе. А вот Тина считает, что будет такой новый уровень, кто бы сегодня не победил, это будет выход на какую-то новую ступеньку развития горных лыж. Вот так считает Тина Мазе. Ну, и желает нам Джонатан и Тина просмотра красивого, и мы благодарим, как говорится, их за это. Опять, в который раз оригинальная разминка в исполнении Марселя Хиршера, друзья, ну что ж, успели, я думаю, мы вам вкратце все обрисовать, рассказать, давайте чуть-чуть прервемся, будет это совсем коротко. Возвращаемся в Санкт-Морец, продолжаем нашу прямую трансляцию, вот посмотрите, тут явно физиотерапевт колдует над спиной Феликса Нуройтера, как же его вот замучило. Это спина боли, которые после командных соревнований увеличились, но мы видим, что Феликс на старте, как и Кристоферсон, вот он, видите, вот так активно разминает плечи. Кстати, сейчас очень интересный материал, друзья, посмотрите, мы подготовили по поводу как раз связанной с Кристоферсоном. Ну, для такого чемпиона, который выигрывает «Глобус», и который, между прочим, стал в Сочи самым молодым в истории призером на Олимпиаде, для него, конечно, вот техническая работа тоже. Да, вот интересно, видели, Хенрик так показал, говорит, секрет, особо не рассматривайте, что мы тут делаем. В 2013 году мы начали с моим сервисменом, вот так вот официально можно назвать его помощника, сотрудничать, и вот с тех пор постоянно мы вместе. Кстати, Юл, вот так просто он просит называть вот этого человека, который делает для него лыжи. Ну, конечно, это очень трудная работа, когда у тебя 30 пар для слалома, 30 пар для гиганта. Ты не сможешь, нет шансов разобраться, и, конечно, очень важно иметь вот такого профессионального помощника. Мы всегда встречаемся рано, утром и на завтраке, потом едем вместе на тренировку, вместе занимаемся, он готовит для меня лыжи, обсуждаем вместе все мои заезды. Я ничего не делаю, вот сижу здесь просто на стуле, минут пять беседую, а потом ухожу. Вот видите, как хорошо устроился Хенрик. Я не использую каких-то особо специальных приспособлений, когда был маленьким, в лыжной гимназии занимался. Я сам вообще лыжи-то готовил. Кстати, два сезона подряд я на одних и тех же лыжах катался, а вот в этом году мы изменили ботинки и лыжи. Ну, видимо, он имеет в виду новые модели. Я не говорю со своим отцом ни о чем, кроме горнолыжного спорта. Я вообще стараюсь много не говорить. Я посвятил себя горным лыжам, они моя жизнь. Причем я решил это давно, когда мне еще было пять лет. Честно говоря, я не знаю ничего другого на данный момент. Для меня главное спускаться с гор. Вот такой он, Хенри Кристоферсон и его помощник, который, согласитесь, делает очень-очень важную работу. Итак, интервью Кристоферсона. Ну, друзья, тут по логике развития событий нашей трансляции надо уже и Хиршера нам с вами увидеть. Ага, вот, пожалуйста, крупным планом Марсель Хиршер у вас на экранах. У него сегодня шестой номер. Вот, видите, общается. Общается. Настроение у Хиршера мы видим неплохое. А мы сейчас еще интервью увидим в исполнении Марселя Хиршера. Ну что, солнышко, голубое небо, все отлично. Ну, а последний старт, как тебе? Ну, последний-то ладно, а вот сегодня-то новая ситуация, говорит Марсель. Ну, конечно, я нацелен на победу. И самое главное, что хочу вот как-то немножко расслабиться, даже говорит Марсель, как-то на позитиве сегодня отстартовать. Вот Марсель, считаю, говорит после просмотра, что нижняя часть была такая, ну, очень ледяная. Ну, мне кажется, это немножко изменится. Ну, а что будешь делать? Ну, что, полная скорость, полный газ буду атаковать. Какая еще может быть тактика? Ну, и самое главное, конечно, сегодня еще и не ошибиться, быть очень внимательным. Ага, вот еще интересный момент. Марсель сказал, что особое внимание в верхней части трассы. Ну что ж, посмотрим. Мы, как говорится, за каждым словом следим Марселя, ничего не забудем. У вас уже стартовый протокол появился. Абсолютно все, кому и положено быть в первой группе, все на местах. Это тоже радует. Практически все здоровы. Все выступают на чемпионате. Тут уже третий десяток. Вы видите, а какие фамилии в третьем десятке? Эрни, Рацоли, Муфа Жанде, Штрассер немец, который может тоже сюрприз преподнести, несмотря на свой достаточно далекий стартовый номер. Вот Лизеру тут появился. Да, мы видим, разминку каждый по-своему проводит, согласитесь. Да, кто-то просто легонечко, кто-то, ну, такие даже тяжелые упражнения делает. Ну, а тем временем первый-то номер уже занимает стартовую позицию. И сегодня первый номер это у нас Манфред Мельк. Ох, как Кристоферсон-то, посмотрите, какой тяжелый взгляд такой нам показали у Хенрика. Ну, просто максимальная какая-то концентрация у него сегодня. Ну, можно понять, друзья. Хенрику тоже бы очень хотелось с медалью завершать чемпионат, пока у него нет. Итак, друзья, специальный слава вам в исполнении мужчин. Первая попытка началась. И первый же номер уже тоже на трассе. Это итальянец Манфред Мельк. Давайте посмотрим на первом же участнике, каково состояние. Ну, все сказали, что отлично. Даже и Хиршер это признал. Посмотрим, как поставлена трасса. Кстати, постановщик первой трассы тренер Кристоферсона. Кристиан Миттер. Да, Миттер по национальности австрийец, но работает с норвежской командой. Мы это прекрасно знаем и здорово работает. Именно он поставил трассу и 64 контрольных створа. При перепаде высот 190 метров. Ну, и мы видим, что первый же Мельк без каких-либо особых проблем. По-моему, трассу проходит. Ну, короткая трасса по прохождению на чемпионате мира. Коротковато. Мне так кажется. Вот так бы, секундочки бы, 53 было бы более на классику прохожие. Ну, вот, что делать? Трасса Сувретта, именно так называется. Опа, а вот ошибочка-то была чувствительная. Вот тут комбинация двое ворот одной дугой. Мы видели, что с хода, с очень баскового хода, Мельк тут влетел. И мне кажется, там было потеряно. Феликс Норойтер, номер два. Стартовал. Ну, вот видите, как быстро хотят проводить даже для сильнейшей группы сегодня гонку. Мне, честно говоря, друзья, мне даже времени не хватает, чтобы вам какие-то, может быть, еще статистики добавить. Ну, в принципе, тот, кто особенно постоянно смотрит наши трансляции, все прекрасно знает, да, и какие результаты были в прошлом. Ну, постараемся все-таки успевать. Успевать за темпом соревнований. Безусловно, Норойтер один из претендентов. Единственный момент – это то, что травма, полученная несколько дней назад в параллельных соревнованиях, скажется она или нет. Ну, медицина сейчас на высоком уровне, я думаю, поработали. С Норойтером сняли там неприятные ощущения. И видите, он мега-то аж на 45 сотых обходит. Ну вот. Группа немецких болельщиков наверняка из гармеша прибыли. Преданные фанаты. Как же без этого? Очень симпатичное прохождение вот этой вертикальной змейки. Да. Да, настроился неплохо. Телекс Норойтер. Ох, а здесь-то какой подснос. Ираж, посмотрите, как он отрабатывал, да? С такой динамикой сумасшедшей. Ну, а сейчас Хенри Кристоферсон, друзья. Четвертое место в гиганте позавчера. Ох, как обидно ему было. Мы видели взгляд, когда он смотрел на пьедестал почета, до которого, ну, там, несколько соточек не хватило. Ну, да ладно, гигант. У Кристоферсона лучшая дисциплина. Именно вот эта слала, мы уже говорили, пять побед в прошлом году. Кубок мира в этой дисциплине. Так что мы просто обязаны, друзья. Хотим или не хотим Кристоферсона считать главным претендентом. Так, красная зона по отношению к Норойтеру. Вот так визуально не скажешь, да? Такое бодрое, четкое начало. Хороший темп. Ну, где-то, видимо, лыжки проскальзывали. Кристоферсона... Потому что он все-таки уступает. Ах, на финише выкатил. Молодец, а! Это же надо. Все три отрезка по ходу уступил. И 11 сотых вырвал. Ну, тут последний отрезочек-то на сколько? 13 секунд? Последний 10 ворот накатил. Молодец, Хенрик. Ну, сейчас трибуны взорвутся. Мы это уже много раз здесь на чемпионате наблюдали. Потому что швейцарский спортсмен сейчас выходит на старт. Даниэль Юле. Ну, тут принципиальная. Тут, конечно, главное, это личная борьба. Тот же Юле против Хиршера. Швейцарец против Австриицы. Это само собой понятно, друзья. Ну, я уже говорю. Очень принципиальная борьба и в командном зачете. Потому что сегодня чемпионат завершается. А на данный момент по количеству медалей равенства Швейцария, Австрия по 7 медалей завоеваны на чемпионате. И вот сегодня решится в чью-то пользу. Кто-то выиграет чемпионат по количеству медалей. Это, конечно, тоже такой показатель для многих важный. Даниэль Юле. Номер 4. Швейцарцы уже кучу тут сюрпризов преподнесли на своем домашнем чемпионате. Интересно, вот способен ли Юле. Сегодня на сюрприз. Десятки лучших. Он по рейтингу Купа Мира. Да, умудрился обогнать на половине трассы чуть-чуть, но быстрее даже Кристоферсона. А тут на равных идет борьба до самого финиша. Нет. Все-таки в пользу Кристоферсона опять складывается. Но мало-мало проигрывает 25 суток. Мало проигрывает Даниэль. Так, посмотрим замедленный повтор в исполнении швейцарца. Да, жаль, вот чуть-чуть дальше не продлила запись. Вы видели, друзья, там в середине трассы такая из вертикальных ворот змейка, аж из четырех ворот поставил миттер. И она проходит, конечно, экстремально быстро. Ну что же, Дэйв Райдинг и Кьетель Андреа Мот, знаменитый, великий, поставил, сказал, что вот этот парень вполне может быть тоже сегодня на пьедестале. Посмотрим, друзья, я лишь напомню, вот тот поразительный, конечно, факт, который мы, может быть, многие и не знали, что англичане, в принципе, выступали очень неплохо много-много лет назад, в прошлом веке, в 30-е, в 40-е годы. И тогда выигрывали медали, но вот потом как-то не стал в Великобритании горнолыжный спорт особо развиваться. И вот с 36-го года, это же даже страшно подумать, сколько лет у Великобритании не было медалей на чемпионатах мира. Дэйв Райдинг идет с лучшим временем. Двенадцать сотых. В середине трассы было 40 преимущества, но я думал, он сейчас всех просто разорвет. Но лучший результат, молодец, но все-таки более-менее так скромно. Все-таки двенадцать сотых, это такая почти равная борьба. Молодчина, Дэйв. Но это уже не сенсация, да, друзья? Вот в начале сезона, да, когда он начал результаты показывать, а теперь после того, как он был в Китсбюэле нигде-нибудь, а вторым уже мы как-то за сенсацию вот это хорошее время считать не можем. Кристоферсон так отреагировал немножко напряженно, посмотрите. Ну, а следующий человек, которого представлять особо мы опять не будем. Ну, папу Фердинанда надо обязательно... А посмотрите, друзья, курточку поменял. Ну, папа у него хитрец, а? Был в другой куртке на гиганте, а сейчас одел ту, которую уже там, не знаю, лет десять последних носит. Так, Хиршер сортовал. О! Как из пушки опять со старта. Ну, тут пологий старт, друзья, тут по-другому-то, в общем-то, и нельзя. Если ты хочешь выигрывать, пологий старт мы видели, вот потом достаточно чувствительный перепад. Ну, в общем-то, трасса, я бы сказал, она, конечно, к категории крутых, она не относится. Она не относится. Есть два спада и такого среднего уклона, вы это сами видите на экранах. И опять, и опять плотнейшая борьба. Ну, что же, будет на финише. Райдинг или Хиршер? Ого-го! Пол секунды! Что творит-то Марсель, а? Пол секунды выиграл у Райдинга? Да. Великолепный, конечно, результат. Что там говорить? Ну, а чем ответит Александр Хорошилов, друзья? Александр Хорошилов, которому буквально два дня назад исполнилось 33 года. День рождения было у Саши Хорошилова. И вы сразу понимаете, да, на что я намекаю. У нас здесь было два спортсмена уже, у которых дни рождения во время чемпионата. И оба этих спортсмена оказались с медалями чемпионата. Да, канадец Мануэль Осборн Паради, ну и Битфойс. Да, ну здесь вообще как по маслу. Да, казалось бы, такая скорость, и лыжи еще чисто идут. Вот на этом повторе было хорошо видно. Марсель показывает, что все в порядке. Ну, еще бы с таким результатом. Итак, завершает первую семерку элитную группу Александр Хорошилов. Дай, дай, дай! Приятная трасса такая, достаточно широкая, с хорошей разгон. Опа, Хорошилов выигрывает на первом разгонном отрезке, но он короткий. Здесь, конечно, главная работа серединной трассы начинается. Был сбой, но я бы не сказал, что какой-то уж очень серьезный. Надо работать, работать, поддерживать темп до самого финиша. Опа! На грани, на грани тут был Александр. Ну, хорошо, все равно в хорошем темпе идет, надо бороться. Может быть, даже за второе время. Ах, четвертый. Ну, две ошибки было, видимо. Две ошибки было. Проиграл ты немного, друзья. Молодец, Александр. В принципе, молодец. Я... Когда идешь на такой максимальной скорости, вот нам показывают. Немножко тут сбился. По ритму вот здесь, видите, на внутренний пришлось выкручивать. Но ничего, ничего. Три сотки всего Кристоферсену уступил-то. В борьбе... В борьбе Хорошилов за медаль, как и ожидалось. И Райдинг тоже. Вот он. Даниэль Юлия на ваших экранах обсуждал с Райдингом прохождение, выступление. Мануэль Феллер. Мануэль Феллер из австрийской команды. Кстати, представлю полную команду австрийскую. Заявку сегодня Хиршер, Феллер, Марко Шварц и Михаэль Мат. Вот такая четверка. Ну, вы знаете, у всех основных команд по 4 спортсмена. У французов только сегодня пятеро, потому что у них действующий чемпион мира. Гранж. Кроме него еще Лизеру. Муфа Жанде. Робен Буфе. Ну, Пентуро. Сейчас мы с вами увидим. Неплохо идет и Феллер. Ну, для Феллера сегодня хорошие условия. Ой-ой-ой-ой, он в своем. Ну, вот даже и слова нельзя сказать про этого австрийца. Ну, постоянно он что-нибудь, что-нибудь доучидит. Сотку выиграл у Хорошилова, кстати, Феллер. Ну, тоже на грани, согласитесь, да? Чудом он. Вот она, эта вертикальная змейка, как говорят в Грануле, из четырех ворот. И вот на выходе он чудом тут устоял. Конечно, он ошибся после этого на горизонтальных. Да. Но в своем стиле. В своем стиле по-другому вряд ли могло быть. Друзья, Пентуро. Ну, вот кто сегодня, наверное, тоже максимально мотивирован, это, конечно, Алексей Пентуро. Конечно, можно сказать, что у него уже есть золото на этом чемпионате, друзья. Но вот это золото командное, все-таки не личное, согласитесь. Потому что, безусловно, Алексис мечтал выиграть или комбинацию, или гигантский слалом, и то, и другое. Свои коронные дисциплины. Но и там, и там, мы видели, остался без наград вообще. И поэтому на сегодняшний слалом у него тоже такие, ну, наверняка, максимальные такие ставки. Я думаю, вот он точно не будет подстроен. Да, вот этого я боялся, друзья. Вот именно об этом я говорил. Очень быстро прошел верхнюю часть. Второе время только Хиншеру уступал наверху, мы видели, Пентуро. Но это как раз плата за риск. Вот, видите, ну просто его выкинуло тут. Настолько на большой скорости он подошел. А это коварная комбинация одной дугой. Мы видели двое ворот вот эти одной дугой. Тут уже двое, трое даже ошибались. Но вот ошибка Пентуро оказалась вообще фатальной. Да. Вот так, друзья. Кто мог подумать, что такой сильный гонщик, как Алексис Пентуро, окажется без медалей чемпионата мира. Личных, еще раз напоминаю. Только командная медаль у него здесь, в Санкт-Мореце осталась. Марко Шварц. Ну, а с 30 по рейтингу вся четверочка, все они в первой группе. А это значит, мастера, конечно, высокого уровня. Филлера видели, Шварц. Ну, у Шварца сезон вообще не заладился. Не знаю, может быть, вот долго не было стартов, перерыв большой был. Шварц, он в других дисциплинах не участвует. Может быть... Хотя нет, мы видели его в комбинации. Да, его туда заявили, кстати. Пока прилично, да? Посмотрите, какие отсечки, а? В приток к Хиршеру. Второй. Второй Марко Шварц. Согласитесь, становится немножко похоже на соревнования в гигантском слаломе, где Хиршер был. Ну, естественно, и помогал ему еще товарищ по команде. А сейчас вообще в пятерке трое уже австрийцев. А у нас соревнования только начались, да? Ух ты! Так, посмотрим в замедленном повторе Марко Шварца. Да, очень быстрый сегодня слалом, согласитесь. Но вообще дисциплина быстрая, мы как говорим, да? Но сегодня 64 контрольных створа на первой попытке проходятся за 46 секунд. Сумасшедший темп. Стефана Гросс. Итальяне Стефана Гросса, у которого тоже сезон, ну, можно сказать, что не очень заладился. Один пьедестал был все-таки в декабре в Мадонне, мы помним. Но я бы не стал списывать со счетов. Очень сильный мастер. Тоже хорошее начало. Жесткая трасса, но об этом мы от Хиршера слышали. Он даже сказал, что нижняя часть вообще чуть ли не ледяная. Но при таком солнышке, конечно же, она вряд ли ледяной может быть. Видите, уже пригревает достаточно чувствительно. 97 соток. Проигрывает, мы видим, Стефана Гросс. Ну, вот австрийцы тут между собой. Короткое обсуждение. Прохождение первой трассы. И еще один австрийец. Михаэль Матт или Майкл Матт, как его в команде называют. Ну что, старший брат двукратным чемпионом был. Недавно, вы знаете, в прошлом году всего лишь завершил свою карьеру. Окончательно Марио Матт. Ну вот, младший брат. Сейчас тоже попробует на своем чемпионате мира что-нибудь серьезное сделать. Ох, вот это, ну, действительно коварная комбинация, согласитесь. Там, где Пентуро упал, и Матт там немножко так запнулся, я бы даже сказал. Но пока все делает хорошо. В остальном все хорошо работает. Надо накатывать на финиш. Да, третий результат, друзья. Что творят австрийцы-то сегодня? Первых три австрийцы у нас теперь на данный момент. А Хиршер только при любом... Посмотрите, как только камера на него наезжает. Тут же большой палец показывает Марсель Хиршер. Кстати, Хиршер нас с вами, друзья, немножко обманул. Помните, в интервью только что перестартом он говорил... Ну, постараюсь максимально быстро пройти верхнюю часть и особенно... Первую попытку и особенно верхнюю часть. Так вот, у Хиршера все отрезки первой, кроме стартовой части. Вот что интересно. Самый первый отрезочек Хиршер проиграл. Ну, там, правда, две трясотки. Там очень плотные со старта результаты. Вот обратите внимание вот на секундомер сейчас. Вот здесь не сковород, со старта разгон, и вот уже и отрезок первый. А Лизеру умудрился проиграть. На первом отрезке. 25 соток. 37 лет неувидающему французу. Старше его только Патрик Таллер. Тому вообще 38. И он попал в состав своей команды. И скоро будет стартовать под 19 номером итальянец. Самые возрастные участники. Но, вы знаете, могут вполне на хорошие секунды пройти. Лизеру угроза одну соточку выиграл. 96 мы видим у него отставание. Ну что же, вы знаете, вот только Манфрид Мель, как ни странно, так выпал из всей компании. Остальные все в одной секунде. Все в одной секунде на данный момент. Андрей Мюрер. Два шведа. Вот с жеребием сегодня шведам не повезло. По жеребию. Два шведа в первой группе. И оба в последних номерах. 14-й Мюрер. 15-й Харгин. Но единственное, что в этой ситуации хорошего, это то, что можно анализ. Тренеры, помощники в шведской команде наверняка уже посмотрели. Анализ провели. Наверняка рекомендации дали. По всей трассе. По верху, по низу. Где можно максимально рисковать. Где надо внимательно. Вот здесь вот. Да, вот это опять одной другой. Внимательно надо было сделать. Ну вот видите. Начало хорошее. Вот здесь другое. Да, другая ситуация. Лизеру и начинал плохо. У Мюрера со старта получилось. А потом посмотрите сразу, как он проигрывает здесь по темпу. Ну тоже менее секунды, да? Нет. Вот Мюрер чуть более секунды. Чуть более секунды. Ну вот такая неудачная полоса и болезнь. Травма январская. Вот видите, все тут, наверное, все-таки сказалось на выступлении шведов. Маттиас Харгин. Ну вот Харгин-то не болел. И травмирован тоже не был. Так что на него, наверное, главная у шведов сегодня надежда. Тоже рисковый парень. Вот интересно, как он... Давайте посмотрим, как он ту комбинацию, где коварную, где упал Пентуро пройдет. Вот она. Ну, более-менее все в порядке. Даже не все в порядке, а здорово. Ну, на половине трассы. Второй отрезок, это 22 секунды. Почти половина трассы. Пока у Харгина все получается, как надо. Да, и на финиш хорошо накатывает. Пятый результат показывает Харгин. Вы знаете, я даже думал, чуть-чуть быстрее будет. Такое... Хорошая получалась попытка у Харгина. Да, друзья, вот завершилась первая группа. И посмотрите, у нас, конечно, тут немножечко так неожиданные результаты. Ну, то, что Хиршер первый, как бы, и с отрывом первый, может быть, это не удивляет. Кристоферсон только шестой. Хорошилов восьмой. Но Ройтер девятый. Вот это уже немножко неожиданно. Ну, что же, после первой группы мы обычно делаем небольшую паузу. У нас первая попытка с лалома мужского. И очередное интервью у нас будет с Хенриком Кристоферсоном. Ну что, что у тебя получилось? Твоя реакция на первую попытку? Да, вроде бы, вот, со старта все пошло вроде бы нормально. Может быть, нужно менять шестой немного. Говорит Хенрик. Ну, посмотрит видео, обсудит с тренерами и решат, что дальше делать. Ну, а вот это досаднейшее падение. Мы видели еще раз в повторе Олекса Пентуро. Ну, согласитесь, друзья, даже обидно за этого мастера. Да, вот, ехал с такими надеждами, такими справедливыми надеждами на медали. И уезжает без личной медали с чемпионата мира. Это, конечно... Ну, вы знаете, друзья, любой чемпионат мира проходит по такому сценарию. Кто-то, в конце концов, выиграет. Кто-то, в конце концов, останется без медали. Вот в данном случае с Пентуро уже все произошло. Науки Юаса, друзья, прошла первая сильнейшая группа. Но это не значит, что у нас закончилась борьба. Вот сейчас лучший словомист Японии. Науки Юаса и тоже неудача. Посмотрите, еще одна неудача. Науки Юаза. Ну, у нас, конечно... Так, у нас выдалась такая маленькая пауза. И запомним ее еще одним интервью. Дэй Фрайдинг у вас на экранах. Ты что, твой яйца на первую попытку? Ну, я старался не так много рисковать, особенно на финишной части. И считаю, что у меня неплохая позиция перед второй попыткой. Напомню, друзья. Я просто сохраняю веру в себя и постараюсь добавить во второй попытке. Ну, молодец, Дэйв. Вы знаете, он и ходит хорошо. И вот так четко все обрисовал. Браво, Дэйв. Я напомню, что он на четвертом месте идет, кстати, пока. Но соревнования у нас, естественно, продолжаются. Норвежец Джонатан Нордботен. Ну, вот Нордботен мне тоже, кажется, без особого риска. Как это на классе так хочет пройти первую попытку, чувствуется. Ну, 1-12 на классе тут можно вообще все шансы потерять. 1-12 при той плотности результатов. У нас уже люди, проигравшие менее секунды, не попадают. Вот Алексиса поймал наш оператор. Ну, смотрите, грустные глаза. А как еще может быть по-другому у Алексиса Пентуро? Ну, а сейчас, друзья, важный момент соревнований, потому что действующий чемпион мира Жан-Батист Гранж. Интересная вообще спортивная такая судьба, да, спортивные результаты. Ну, тоже не избежал нескольких периодов, которые, ну, были различные сложности. Травмировался несколько раз, мы знаем, Гранж. Но вот после того, как стал чемпионом мира в 15-м году, то есть ровно 2 года назад, друзья, он ни разу не был на подиуме. Вообще в Кубке мира. 20 с лишним стартов, ни одного подиума. В этом году он даже в десятку ни разу не попал. На соревнованиях Кубка мира. Поэтому я как-то в начале трансляции сразу сказал, что шансы, конечно, на защиту титула маленькие. Ну, да, вот видим, что... Бывают, конечно, неожиданности, но чтобы такого чуда 2, даже 3 сезона, не имея результатов, и опять стать чемпионом, ну, такого не бывает. Следующий, Патрик Таллер. Самая старейшина горнолыжного цеха, как я бы его назвал, 38-летний Патрик Таллер. Примерный семьянин, отец троих детей. Надо отметить, что, конечно, не везло Таллеру. Я не хочу сказать, чтобы он так уж в этом сезоне был не готов. Мы видели, ну, не знаю, может быть, действительно, физике в каком-то где-то не везло Таллеру. Ну, результаты у него, конечно, слабые в этом году. Тем более последние, вот именно январские этапы, ну, все там, посходил. Ни разу практически на финише не был. Только в Адельбодене, ну, и то очень далекое место. Да. Ну, здесь без комментариев, согласитесь. С таким отставанием, значит, при сегодняшней плотной борьбе можно и в тридцатку не попасть. Ну, еще вот это вот досадное происшествие, видите, наколенник еще отрывается. Вот, вы знаете, как будто я знал об этом. Я сказал о невезучести Таллера, да, и посмотрите, вот лопается ремень, мы видим хороший повтор, и отваливается наколенник. А наколенник очень важная часть слаломной амуниции, сами понимаете, древки зачастую, в первую очередь, коленями сбиваются. Так что все не сложилось сегодня. Да, Кристиан Миттер, конечно, поставил сегодня сумасшедшую первую попытку. Темп, но только вот не для своих, не для норвежцев. Вот, посмотрите, друзья, я еще не успел даже и подумать об этой мысли, а уже все, и норвежец падает. Падает, так, смотрим, первые ворота. Это Себастьян Фост, Солевак, вторые ворота, и все. Третьи ворота уже мимо. Ну уж, как вот оценивать такой старт? Переоценка, наверное, какая-то, да? Немножко так, отсутствие концентрации, переоценка силы, если уж в третьих воротах сходит. Тем более, видите, здесь, ну, максимально просто все, свободно, просто стоит со старта. Как умудрился норвежец? И опять представитель команды. Норвегия лайф Кристиан Хауген. А вот в отличие от Пентуро, представляете, да, Хауген вот уже с медалью на этом чемпионате. Какой молодец. Никто не ожидал, а он взял бронзу в гиганте. Ну, в принципе, агрессивно, казалось бы, нормально, да, но вот какой-то изюминки не хватает. Вы знаете, наверное, просто слишком размашистая работа. Она для гиганта очень хороша, такая амплитуда, а вот для слалома немножко разбросана, мне кажется, получилась, поэтому и проиграл чувствительно Хауген. Да, вот опять нам Талера, потерявшего отбойник. Ну, а это золотой человек, золотой мальчик, как его уже называют. В Швейцарии Люка Эрни, чемпион мира в альпийской комбинации. Ну, трудно со многими не согласиться. Такое абсолютно редко бывает. Не знаю, наверное, раз в 20 лет, там, или раз на 10 чемпионатах, когда вы помните, да, после первой попытки занимал 30-е место. Ну, казалось бы, куда дальше, да, 30-е место после скоростного спуска, и все-таки потом за счет слалома выиграл золото комбинации Люка Эрни. Да, ну, видите, здесь вам не комбинации. Здесь чистый классический слалом, и здесь Люка Эрни не в фаворитах. Здесь даже далеко. Хуже него только Патрик Талер прошел. Ну, у Талера там вообще катастрофа была. Мы видели. У нас сейчас будет интервью с австрийцем Марко Шварцем. Ну, что же, самый молодой в первой группе спортсмен и идет на высочайшей второй позиции. Ну, что, у тебя очень классная попытка? Ну, что, я хорошо атаковал. И даже со старта до финиша всю трассу удалось мне атаковать. А, вот интересно, говорит Марко, что сегодня настолько все способствует хорошему выступлению. Я даже еще попытаюсь прибавить и особенно на верхней части там можно сделать преимущество. Ну, вот, видите, тоже такой интересный вывод Марко Шварц делает. Совсем маленькая пауза. Она так и называется. Рекламная пауза в соревнованиях. И мы видим, что уже и следующий участник подходит. Рамон Ценхаузерн. Гигант. Как мы его иногда называем. Самый высокий. Вы знаете, мы вам называем иногда самого возрастного, самого маленького. А вот самый высокий в Кубке Мира это вот этот парень Рамон Ценхаузерн. Ну, вот такой высокий рост, конечно, чисто по физике. Вы сами понимаете, друзья, рычаги, да, ноги длинные, рычаги серьезные. Можно... Ну, с другой стороны, конечно, если сравнивать с тем же Хиршером, да, насколько труднее. Хиршер юркий, такой компактный. А тут трудно складываться, особенно вот в таких прямых комбинациях. Но вот приспособился, приспособился, зачастую очень неплохо выглядит. Рамон Ценхаузерн. О, это уже сюрприз, да. Посмотрите, Ценхаузерн-то одну сотку всего проиграл Хорошилову. Так, а это уже следующий у нас... Ну что, у тебя приличный результат. Это Михаэль Мат у нас на экране. Я просто тренировался очень много последние дни. И старался отрабатывать именно максимальную атаку на тренировках. Ну ты третий, и еще два австрийца впереди. Ну это был, согласитесь, немножко провокационный вопрос, да? Майкл в конце сказал, что самое-то главное сегодня не ошибаться. И вот, конечно, когда его спросили, австрийцы впереди тебя, но как-то, да, вот своих друзей по команде... Ну, какие друзья, да, в личных соревнованиях? Друзья потом. Соревнование закончится, будем дружить. А тут каждый борется за медали. Если даже из своей команды, ну и что? Джулиан Рацолев. Ну что, Гранж выглядит бледно, хотя должен был бы, по идее, защищать титул. Олимпийский чемпион Джулиано Рацоли. Тоже, судя по всему, не в самой лучшей форме по-прежнему. Да. У Рацоли сегодня в очередной ран шансов нет. Что на Кубке мира? Практически ничего мы не увидели. То же самое и здесь на чемпионате. А, вот сейчас Дэвид Чудинский. Вот, друзья, американец. Он, ну, в принципе, такой парень тоже. Очень серьезный, классный. Дэвид Чудинский. Но со старта тоже вылетел. Очень неплохо получилось старта. Вот потом переход, конечно, с Пологова на Крутой. Такое коварное место. Единственное, пожалуй, на этой трассе потихонечку приближается к секундному отставанию. Чудинский. Да. Чудинский без сюрпризов. Примерно свою силу мы видели. Ну, а у нас опять интервью и теперь уже, наверное, будет Матиас Харгин. Да, Матиас. Джонатан говорит, да, слушай, у тебя такая приличная попытка. Да, я действительно старался по полной выкладываться, атаковать. Мне понравилось. Как оцениваешь перспективы вообще на вторую попытку? Ага, ну, вот такой тоже интересный фольмировка. Я должен добавить то, что было в первой и еще чуть-чуть. Друзья, ну, в общем-то, Джонатану пора бы немножко изменить уже свой вопрос, потому что мы видим вот эти сильнейшие ребята особенно, они все одинаково отвечают. Да, неплохо, но еще надо добавить. У всех примерно один и тот же ответ. Отвлеклись мы немножко на интервью, а тут Виктор Муфашанде, посмотрите. по крайней мере, на половине трассы выглядит вполне прилично. Виктор тринадцатый отрезок у него на половине, даже на... Это не половина была уже, а две трети почти дистанции. Да, норматив. Мы вот с вами сегодня такой норматив поставили секунда, менее секунды, и он это делает. Лизеро обходит, Гроса обходит. неплохо для Виктора. По крайней мере, в сезоне было почти всегда даже хуже. А вот еще один спортсмен, которого мы так коротко уже вспомнили с вами. Лину Штрассер из немецкой команды. Сенсационный, согласитесь, победитель параллельных соревнований в Стокгольме за счет Кубка мира Глинус Штрассер. Ну и Ройтер лишь десятый. Это лучшее, что есть у немцев на данный момент. Да, Штрассер, конечно, не так быстро. Ох ты, даже слишком много. Особенно на финишной части проиграл. Штрассер даже уже в двадцатку не попадает. Да. Эрик Рид. По-прежнему, хоть и третий десяток, друзья, очень квалифицированные здесь люди. И Эрик Рид, и Робен Буфе, француз, Стефан Луц, еще один немец, сейчас пойдет. Ай-яй-яй, вот Рид-то мимо. Но я думаю, не будет так уж сильно расстраиваться. А посмотрим, что же произошло-то. А, ну вот четко видно, да? Вы знаете, я вот как раз перед этим почти номером хотел сказать, посмотрите, у нас как классно сегодня ребята работают, никто еще флаг даже ни разу не зацепил. И вот, вот, пожалуйста, сразу же и появился такой человек. Эрик Рид. Робен Буфе, пятый представитель французской команды. Ну, если говорить так прямо, друзья, конечно, реально мог только Пентуро что-то серьезное сегодня сделать. И Пентуро, к сожалению, упал, мы видели, а Муфа Жанде или Зеру сейчас у французов 12-13. Далековато. Гранж вообще 20-й. Может быть, Буфе побыстрее. Напомним, норматив попадания в десятку уже менее 90 сотых. Нет. 1-22. 1-22. У Буфе. Еще один представитель немецкой команды Стефан Лутц. Кстати, что касается протокола, друзья, ну, я, в общем-то, не сказал, я думаю, прекрасно знаете, напомню, что на чемпионате... А что там? Тоже, да что ж такое сегодня? Уже второй случай тоже отбойник теряет Стефан Лутц. Покатился он там рядом с трассой. Что касается участников, 100 ровно человек. Вот такое приняли решение организаторы чемпионата. Сегодня 100 участников на первой попытке. Естественно, были, как и на всех чемпионатах, тут отборочные соревнования. Вчера проходили отборочные соревнования. Кстати, и россиянин Александр Дриенко отобрался через... Ну, там нетрудная задача, там не такой уж высокий уровень. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот, к сожалению, была техническая пауза, не мог я говорить, друзья. Вы видели показательный момент, да? Вот потерял наколенник и тут же схватился за ногу. Ну, естественно, он же шел дальше по трассе и коленом незащищенным древки сбивал. Вы видите ситуацию, ну, в первых, в лидерах ничего не меняется и уже не изменится, мы это прекрасно понимаем. Тройное австрийское лидерство, это, конечно, достаточно серьезно. Ну, а дальше очень плотно. Вы видите, только Хиршер сделал отрыв, а далее от второго места и до... Ну, взять до того же Хорошилова, он восьмой, но тут всего 25 соток. То есть абсолютная плотность и никаких таких, я думаю, прогнозов на вторую попытку сделать даже и невозможно. Да, вот смотрим, как расстроился Стефан Луц тут. Раскидал свое оборудование на финише. Но это как раз тот момент, что инвентарь подвел, друзья. Это, в общем-то, серьезная помеха. Вы что, потерять отбойник для соломиста во время прохождения, это, конечно, большая неудача. я вернусь к участникам. Я сказал уже участников сегодня неимоверное количество заявок. Я уже говорил, что 600 в общей сложности, 600 спортсменов, если считать и мужчин, и женщин, и все дисциплины, заявились на чемпионат мира. Представляете, 600. А вот в плане призеров, друзья, вы знаете, да, что призеров-то у нас всего 30, но если брать индивидуальные соревнования, так что я вот к чему говорю, что вот мы говорим, кто-то успел, кто-то медаль взял, кто-то не рассчитывал, да. Вы посмотрите, если учесть, что много спортсменов даже не по одной медали завоевали, у нас получается 20 с небольшим призеров чемпионата мира при шестистах участников. То есть, как мы говорим, чемпионов-то всегда мало, а проигравших намного больше. Матевидович. Хорватская команда, ну, молодежь тут представлена, хорватская, и вы знаете, и Вица Костылич собственной персоной тоже представлен сегодня в Славаме, ну, правда, у него номер очень далекий, я боюсь, даже не попадет в прямую трансляцию, 54-й номер старта у Ивица Костылича, но он уже давно, в общем-то, не выступает. Два раза мы в этом сезоне видели Ивицу на этапах Кубка мира, так попробовал он, ну, видно, уже не тот, не так тренируется, ну, в общем-то, готовится к такому завершению карьеры, вот так скажем. решил сегодня все-таки участие принимать, Вица Костылич на первой попытке сказал, 54-й он будет. Что касается команды, российской команды, Хорошилова мы видели, Трихичев вот-вот тоже будет стартовать под номером 33-м, и Александр Андреенко, 55-й, я уже говорил, он пробился через квалификационные соревнования, вот сюда, в основной протокол сегодня. Но у нас завершается уже первая тридцатка, вернее, завершилась на Хорватии, а это уже Марк Энгель из команды США. 2-62 проигрывает, многовато, конечно, американец, ну и вот Трихичев, Трихичев стартовал, хороший старт, кстати, у Павла получился, тринадцать сотых, это не самый худший вариант, но вот потом, правда, сразу начал сбиваться, особенно на крутом, мы это видели, и здесь темп еще серьезно падает, тяжеловато немножко выглядит Трихичев, для слалома, конечно, 2-47 накопилось, но вот в этой ситуации что может быть единственное плюс, это то, что если останется в тридцатке, то будет стартовать очень выгодным близким номером, на второй попытке Трихичев, но это вот единственное, что можно отметить, ох, еще один хороший разгон, это уже в исполнении Кристофа Крызла, Кристофа Крызла, заладился, правда, таких уж шансов-то огромных не было, ну, впрочем, в командных соревнованиях могли бы за медальку, но там Словакия зато отличились, а вот в личных мы видели Страхова неудачно, но у ребят в личных соревнованиях, честно говоря, и шансов-то не было, что касается команды Чехии, еще один американец Робби Келли, но тут совсем тоже раскидало американца и еле устоял в последних воротах, но так тоже, по-моему, с юмором отнесся, так, вот смотрим, да, это коварная змейка, где все разгоняются, а потом все-таки под закрытый трое ворот, согласитесь, да, и вот для некоторых это серьезнейшая преграда, умудрился, да, умудрился все-таки попасть в последние ворота Тревор Филп, а вот канадца мы даже не успели заметить, как он сошел с трассы, но сейчас после особенно четвертый десяток стартует, тут сейчас максимально быстро будут запускать все-таки сто участников, очень серьезная сегодня число, Рето Шмидигер, вы знаете, вот даже странно, что он в таком далекий, такой далекий рейтинг имеет, в общем-то парень такого серьезного уровня был, но не было результатов еще в этом сезоне, поэтому так далеко опустился Рето Шмидигер, но может поправить, может двадцаточку даже, о, двадцать первый, прилично, согласитесь, с этим номером достаточно приличный заезд Рето Шмидигер показал, молодец, еще один представитель Германии Доминик Штелле, ну, Ройтер так и останется на десятой позиции, Тоже симпатичный заезд получается у Штелле, двадцать второй, ну, вот видите, два парня из четвертого десятка очень, согласитесь, симпатичные показали попытки, сейчас у нас будет пауза, но мы еще вернемся. Уважаемый телезритель, ну, пожалуй, уже, наверное, и подводим итоги первой попытки мужского слалома, сейчас у нас будут сначала, конечно, слово возьмут наши эксперты, Джонатана Тина. Да, сумасшедшая, конечно, первая попытка, говорит, Джонатан, как тебе? Мы не ожидали даже таких супер времен, а вот Тина говорит уже чисто такой профессиональной стороны, говорит, мне кажется, что лыжи у ребят тоже хорошо, очень работают, и, конечно, очень важно было, вот Тина отмечает, что все-таки многие теряли внизу как-то настрой на верхнюю часть, ну, а что касается Марселя, он вообще вверх и всю траву, конечно, лучше отработал, это... ну, Кирширт, конечно, он себя очень уверенно чувствует, а вот его соперники, они тут, мы видим, достаточно по-разному у всех все получилось, ну, вот вы видите, одновременно замедленный повтор рейдинга, ну, и понятно, мотивация, мы видим, у всей эстерийской команды, они же еще хотят командный чемпионат выиграть, но еще у них такое отличие небольшое у всех австрийцев сегодня, но Тина говорит, что вторая попытка будет еще интереснее, потому что все, все будут атаковать на второй попытке, конечно, невозможно, даже предположить, что из этого получится, интересный вопрос, почему-то о втором месте говорит, а вот лидеров, но имеется ввиду Христоферсон и Хиршетт? Ну, вот Тина, конечно, более реально говорит, Джонатан немножко нам тут так фантастические какие-то вопросы задает, но в любом случае, друзья, я бы так сказал, еще прочее, победить сегодня сильнейший, это уже точно, вот в такой сумасшедшей борьбе, ну, и давайте, конечно же, еще разочек полюбуемся на Марселя Хиршера, потому что он единственный, кто оторвался на первой трассе, 43 соты, это чувствительно очень для первой попытки, а вот дальше, друзья, конечно, Марко Шварц и Мат, они немножко выше головы прыгнули, молодцы, тоже тройное лидерство австрийцев, но, друзья, на них очень будет сильное давление, посмотрите, Христоферсон идет на шестой позиции, проигрывая австрийцам только 20 соток, и это мы знаем, как умеет собраться Христоферсон, и, конечно, никто в этой ситуации спокойно быть не может, да и Хорошилов на восьмом месте проигрывает там тоже совсем чуть-чуть, так что сумасшедшая борьба будет, в том числе, конечно же, и в первой десятке, ну а вот сейчас наша такая уже ставшая постоянной графика на чемпионате мира, посмотрите, Марко Шварц и Хиршер первый и второй сейчас они идут в соревнованиях, но я не скажу, что под копирку, конечно, постановка тоже Хиршера-то мы узнаем моментально, но разница, в общем-то, не такая уж и большая, да, вот чем ближе к финишу, тем было все виднее, но сейчас давайте сравним Кристоферсона с Хиршером, вот это еще интереснее, два лучших слонамиста последних двух сезонов, но вот здесь видно, что не успевал, да, вот согласитесь, вот когда графика появляется, мы видим, что вот на предыдущем отрезке явно не успевал немножко за темпом Кристоферсон, да, более рискованно, более напористо, я вот так бы сказал, прошу, Марсель, Кристоферсон с запасом, да, Кристоферсон с запасом, да, вот видите, соревнования-то идут, а тут вот люди своим делом тоже занимаются, мы видим. Итак, уважаемые друзья, завершаем мы первую сегодняшнюю прямую трансляцию, как мы ожидали, с лалом сегодня в исполнении мужчин просто фантастический, поэтому не пропускайте, в 14.45 мы планируем снова выйти в эфир на вторую решающую попытку, сегодня с вами работают режиссер Анастасия Кольцова, комментатор Владимир Андреев, так что до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok